22 часа, 25 минут и 49 секунд. Ровно за столько первоуралец Игорь Захарченко преодолел 120 километров. Мужчина недавно вернулся с забега, который проходил в Италии. Из всех маршрутов по предгорью Альп спортсмен выбрал самый тяжелый. Там у них 5 дистанций, но я регистрировался на максимальную. Это 120 километров и 7300 метров набора высоты. Самая высокая гора, которую мы преодолевали, у нас была гора Монте-Круз, 1640 метров над уровнем моря. Стартовали из города Аменья, около озера, 250 метров над уровнем моря. Спортсмен признается, бежать было непросто. Много каменистых участков, темно. Двигаться приходилось и ночью. А еще по пути бывало сводило мышцы и заканчивалось питье. Но сдаваться Игорь не привык. К тому же к этой гонке он тщательно готовился. Когда ставишь определенную цель, вообще это в жизни тебя, как сказать, группирует, нормализует. Значит, цель поставил, значит, под эту цель надо все подвести, чтобы поучаствовать в соревнованиях. Это нужно и распорядок дня, и сон, и питание, и восстановление, и работа, и семья. Без бега Игорь Захарченко уже не представляет своей жизни. В день мужчина старается пробегать по 20 километров. Это движение, во-первых, себя. Начинаешь лучше чувствовать, ты в форме, ты все равно иногда даже думаешь, как хорошо, что я умею бегать, а даже там в магазин или куда-то не могу уже пешком идти. У спортсмена была мечта преодолеть 120 километров за сутки. Сейчас она исполнилась, поэтому Игорь ставит перед собой новые цели. В следующем году он планирует пробежать дистанцию в 160 километров в Андорре. Ксения Инозьянцева, Руслан Гаскаров, Интера ТВ.